Всем привет! Сегодня в узоре материнская плата Gigabyte Aorus X299 Gaming 9, которая основана на самой последней логике от компании Intel Chipset X299 и предназначена для работы с новыми процессорами X-серии. В данный момент компания Gigabyte предлагает 7 моделей материнских плат на чипсете X299. Из них Gaming 9 является самой топовой версией, кстати говоря, и между всеми ими есть большие отличия. Поэтому если говорить по сути, есть только три отличающиеся между собой модели. И начнем мы как всегда с внешнего вида. На моей памяти это одна из самых красивых материнок, и лично для меня, в отличии от наверное многих других, это минус, так как львиную долю ее цены составляет разработка и внедрение этого дизайна, который никак не влияет на производительность и надежность. И в большинстве случаев эту красоту не будет видно, так как она будет заключена в корпус и стоять под столом. Единственное, что действительно полезно для меня, так это подсветка в заглушке входов-выходов материнки, благодаря чему подключение различных периферийных устройств в темноте становится легкой задачей. Я не буду подробно останавливаться на внешнем виде, но отмечу, что материнка имеет настраиваемую подсветку с возможностью подключения светодиодных лент, работой которых также можно управлять. Следующий момент во внешнем виде это бэкплейт. В данном случае он является декоративным элементом дизайна и никак не участвует в охлаждении материнки. Хотя у меня была надежда, что она помогает охлаждать элементы питания платы с обратной стороны. А вот радиатор элементов системы питания, помимо декоративной составляющей, также еще и эффективно справляется со своей непосредственной задачей. Все дело в его форме. Он состоит из двух радиаторов, связанных между собой тепловой трубкой. Эта конструкция далеко не новая и часто применяется в дорогих платах, к которым относятся и материнские платы на чипсете X299, судя по их ценнику. Но по непонятным причинам почти все конкуренты выпустили свои материнки с маленькими и неэффективными радиаторами. Во время тестирования зоны VRM я не применял никакого дополнительного охлаждения. И сейчас вы видите температуры радиатора из задней части материнки в районе VRM, которые я зафиксировал после получаса работы в режиме стресс теста, к тому же с разогнанным процессором. Если сравнивать данные значения температуры с теми, что я снял в таких же условиях с моей старой системы, то разница конечно же значительна. Но это все равно не те 100 и более градусов, про которые говорил Derbauer в своем видео про нагрев зоны VRM. И к тому же у него на тесте была материнка Gigabyte Gaming 3, которая имеет такой же простой радиатор в качестве охлаждения, как и конкуренты. Также хочу отметить, что во время обычной нагрузки в тех же играх температура задней части материнки не превышала 55 градусов, поэтому данные показатели я считаю вполне хорошими, а погрешность данных измерений не превышает пары градусов. А вот радиатор чипсета X299 не такой эффективный и недостаточно хорошо справляется со своей задачей, как раз из-за декоративных примочек в виде подсветки, за чего температура чипсета буквально со старта системы равна 50 градусам и со временем может вырасти до 60. Я подозреваю, что именно из-за этой высокой температуры иногда некоторые приложения, а в основном Google браузер Chrome, подвисали во время работы компьютера. Ну или из-за того, что инженеры Gigabyte как-то некорректно организовали связь некоторых SSD M.2, в результате чего происходили такие сбои, так как после установки этого же SSD в слот PCI Express таких проблем больше не наблюдалось. В принципе, данная проблема в закрытом корпусе с хорошей вентиляцией не будет так актуально, но я все равно считаю, что нельзя в угоду красоты жертвовать эффективностью охлаждения компонентов материнской платы. Также одним из важнейших достоинств материнской платы является ее функциональность, в каких-то моментах даже излишняя. К примеру, я до сих пор не понимаю смысла в установке двух сетевых карт, потому что конкретно в этом случае, как и в большинстве других, они от разных производителей, а значит они не заработают в одной связке. Также можно подключить до трех SSD M.2, хотя придется пожертвовать частью SATA подключений, если подключать все три SSD M.2 сразу. Лично для меня полезным оказалась возможность подключения двух водяных помп, благодаря чему я сделал отдельные контуры для охлаждения процессора и видеокарты. Также присутствует много разных USB портов различных стандартов и прочие возможности, о которых подробно рассказано на странице, посвященной этой материнке, а вот не рассказано на ней про ее реальную работу, про которую я сейчас вам не расскажу. Данная материнка тестировалась в связке с процессором i7-7820X, обзор тестирования которого будет в следующем видео. Сам процессор должен работать в диапазоне 3,6-4 и 3 ГГц, а в некоторых случаях достигает 4,5 ГГц. Так вот, при стандартных настройках материнской платы, процессор заработал максимум на частоте 4 ГГц. После смены версии биоса на самую свежую ничего не изменилось, поэтому мне пришлось руками выставлять множитель 45 в биосе, чтобы процесс заработал на частоте 4,5 ГГц. В принципе ничего сложного и после длительного тестирования проблем в работе не обнаружено. Кстати о биосе, он очень неудобный и содержит мало настроек. Затем я проверил режим авторазгона в утилите EasyTune. В результате проверки процессор взял частоту 4,7 ГГц, но его реальная работа ограничивалась только 4,5 ГГц в любом приложении. Во время тестирования материнки я заметил 2 неприятные вещи в ее работе. Первое, это неправильные показания температуры процессора. В простое материнка показывала температуру в районе 16-18 градусов, чего не может быть в природе, так как постоянная температура в моей комнате в районе 25 градусов. Так же это не могло быть еще и потому, что датчик температуры жидкости, который я установил сразу при выходе жидкости из водоблока процессора, показывал температуру 29 градусов. Второй момент. При работе процессора в режиме большой нагрузки или стресс теста происходило проседание определенных напряжений в материнке на величину до 10%, что негативно сказывается на производительности, особенно при разгоне. И это при том, что ручная установка фиксированных значений не помогла. По полученным результатам я могу заключить следующее. Материнка Gaming 9 качественный и многофункциональный продукт, но она не подойдет экстремальным оверклокерам, хотя сама Gigabyte утверждает обратное. Так же данная материнка является самой дорогой на данный момент, что никак не вяжется с продуманной ценовой политикой у тех же видеокарт AORUS. Поэтому конкретно модель Gaming 9 я рекомендую только тем, кто не ограничен в финансах, а для всех остальных я рекомендую версию Gaming 7, которая является по сути той же материнкой, но отличается комплектацией, а также отсутствием двух из трех радиаторов для SSD M.2 и бэкплейта, а заглушка в ходу выхода в материнке не имеет подсветки. При этом разница составляет 100 долларов. На этом у меня все. Надеюсь данный обзор был вам полезен. Не забываем посещать мою группу вконтакте, там все последние новости касательно моих будущих и текущих планов, а также я и некоторые другие ребята даем компьютерные консультации.